Привет всем! Сегодня мы на квартире, как всегда, доделываем. Я домываю гардеробную. Сегодня нам привезут двери, так что мы их сейчас ждем. Конечно, устанавливать сегодня их не будут, пока только здесь занесут, а уже будем сейчас договариваться за установку. Ну, в общем-то, ждем. Я тут хожу, намываю, убираю, а муж меня мусорит. Сейчас выравнивает. А почему ты сам выравниваешь? Ну, в комнате все равно торчать оставили. Да, двери привезут, поэтому выравнивают вот эти вот края. Столько всего сыпется. Ты мои труды перечеркнул. Раз-раз. Так, ну что он? Где? Ты мои труды перечеркнул. Вот еще все убирать. Ху-ху-ху. Я намываю гардеробную. Казалось бы, новая мебель. Чего ее тут намывать? Но это мебель на заказ, и каждая вот полочка, каждая деталь, она нарезалась, она трогалась несколькими руками чужими и далеко не чистыми. Плюс ко всему тут же что-то вот дрелили стенку, и поэтому много было опилок всяких. Да, пришлось потрудиться, повозиться, намыть. Но теперь зато она чистенькая, не терпится уже все расставить здесь, развесить. Сейчас у меня прям смотрю органайзеры, продумываю, как и что. То поначалу, конечно, просто вещи положим, а уже потом обзаведемся органайзерами. Так, тут тряпку вот еще забыла, нашла. А, ну тут еще плинтусов не хватает тоже, вот с дверями сейчас приедет. Балдею от ящиков, просто балдею с этими доводчиками, супер. У нас обновление на лоджии. Мы повесили картину, ту самую, которую я показывала в инстаграм, были вопросы про нее. Она очень хорошо сочетается с нашим черным фонарем. Это потрясающая идея подарка, обновить интерьер. И в целом это не просто картина, это звездное небо в момент важного события. Для нас таким важным событием было создание нашей семьи. 16 апреля 2010 года «Звездное небо над Калининградом». И еще мы сюда добавили надпись «Звездное небо над нами, нравственный закон внутри нас». Это выражение немецкого философа Эммануила Канта. Он родился в Калининграде, ну тогда это был Кёнигсберг, Пруссия. Тем не менее, для нас эта фраза очень значима. И она так хорошо подходит сюда, как нельзя лучше. На картине настоящее расположение звезд по данным Европейского космического агентства. Делается эта картина персонально, по дате, по времени можно, по месту. Мы же заказали только город и нашу дату, уже время не стали заказывать. Но и то для нас это очень символично. Почему же мы картину повесили на лоджии? Был такой вопрос, когда я показывала в Инстаграм. Все просто. Мы здесь планируем сидеть, отдыхать и любоваться тем самым звездным небом. Эти замечательные карты делают ребята из компании Атлас. Если вдруг вы будете себе покупать или кому-то в подарок, то воспользуйтесь моим промокодом, который вам даст скидку в 300 рублей. Ссылки на их все контакты я оставлю в описании. Кстати, у них эти карты в разных форматах, разные размеры. Есть на черном фоне, есть на белом. Мы себе выбирали на белом. Хотя вот вначале сомневались, потому что и черный фон смотрится интересно, и белый. Но все же белый у нас победил. Так что, друзья, пользуйтесь, потому что это потрясающая идея для интерьера и для подарка. В целом, лоджии еще до конца не доделаны. Еще здесь будут шторы, еще будет мебель, цветы. Но вот то самое начало, звездное небо над нами, нравственный закон внутри нас и свет. И рядом свет. Свет есть всегда. Наконец-то они приехали. Двери, двери Польша. Приехали напрямую из Польши. У нас получается раз, два, три, четыре, пять, шесть дверей. Это дверные коробки, как они, проемы. Здесь плентуса, нижние плентуса из МДФ, они на заказ. И наличники. А, еще, конечно же, у нас здесь замки, ручки, фурнитура. Что касается плентусов, тоже спрашивали, почему мы их ждем, почему мы двери ждем, почему плентуса не ставим. Плентуса ставятся после установки двери. И более того, у нас не пластиковые, а из МДФ. И они нарезаются специальным инструментом, которого у нас нет. Поэтому сами мы наличники никак поставить не можем. Мы захотели именно наличники такие, ой, наличники плентуса, как под наши двери. Плюс они такие очень твердые, мощные. У нас что-то падает такое. Так, ленту завалилось. У нас были пластиковые плентуса. Конечно, неплохой вариант, но захотелось уже чего-то более такого крепкого, симпатичного, интересного, стильного. Ну, это чисто такой индивидуальный вкус. Поэтому заказали плентуса там же, где и двери. Ну, на одной фабрике они делают. Дело осталось, вот, договориться с мастером, чтобы установил. Потому что сейчас как раз эти праздники, выходные, даже не сколько праздников, много выходных. Тоже очень трудно поймать вот так мастера. Очень хорошо, что мы как раз-таки на нашей съемной квартире взяли вот эти две недели. Вот то, что надо. Вот прям тютелька в тютельку. Получается, как раз остается две недели до переезда. Пришли двери, сейчас их установят. Напылят, все это уберем, соберем вещи и переедем. Ура! Глядишь, может, кухня подоспеет. Ну, главное, двери пришли. Все, и плинтус. А еще как раз сегодня приехали шторы. Это для гостиной и для спальни. Но вешать их будем уже, конечно, после установки дверей, после того, как все помоется. Распаковала все пощупать, посмотреть. Здесь комплект штор, тюль и декоративные подушки. Две подушки идут для гостиной к шторам подбирала, и две подушки идут к шторам в спальню. Так вот, подушки сами пришли без наволочек, а наволочки декоративные те самые отдельно. Каждая наволочка в своей идет упаковке. Причем такая упаковка добротная. Буду потом что-то здесь хранить. Короче говоря, здорово. Конечно, я вам шторы уже покажу, когда мы их повесим. Ну, в общем, для гостиной примерно так. Они многоцветные, там, как шторамбре. Ну, потом все будет понятно. И здесь идет комплект шторы и тюль. Вместе они, ну, да, вот тюль, вот шторы. Это два белоснежных тюля, два полотна для спальни и шторы. Вот такого плана они получаются у нас серо-бежевые. Ну, да, серый, бежевый оттенок. Тут несколько оттенков, тоже амбре. Ну, в общем, будем потом вешать, все посмотрим. Отдельно прям вот еще раз пройдусь по упаковкам. Понравилось. Прям не просто в какой-то целлофан завернутый, а такие добротные упаковочки. Здесь шторы вообще на кнопочках. Ну, впечатлили наволочки. Каждая наволочка в своей упаковке. Ну, такие подушки, и не очень мягкие, не твердые. Прям то, что надо. Так будет хорошо смотреться. Ой, уже очень-очень хочется все это развесить. Ну, вот пока будем ждать. Пока я их сложу на чистые полки в гардеробной. Кто помнит, покрывало это с нашей кровати. Кстати, оно неплохо здесь смотрится. Принесла его укрыть диван, потому что буду дверь устанавливать. Не стала пленкой какой-то накрывать, так как покрывало надо уже стирать по-хорошему. И я решила вот как раз сейчас на него пыль напылиться. Мы потом его протрусим. Я его простерну. У нас же тут новое. Где оно? Где оно? Вот оно. Штаны мои. Новое покрывало, которое на Леоридут заказывали. Это как раз для кровати, поэтому мы меняем. Вот это вот я не собираюсь куда-то отдавать, выбрасывать. Оно пригодится. Мало ли что вот так накрыть. Это даже как плед такой захотел. Здесь на диване, например, собрались всей семьей смотреть телевизор. Залегли, накрыли ноги, укрылись таким как а-ля пледом. И нормально. Уютненько. Хорошо, кстати, смотрится. Вот такой, в таких бы оттенках диванчик сюда. Либо желтый. Но у нас есть задумка кое-какая. Это будет позже. Прикольно было сюда именно желтый диван. Вы потом поймете почему. Но и вот такой оттенок тоже нравится. Светленький. У нас еще в таких оттенках будут шторы. Розетки две недоделаны. Розетки две недели. Розетки две недели. Розетки две недели. Давно я не показывала покупки. Сегодня у меня получились в основном хозяйственные. Это буквально три позиции. Это еда. Остальное все хозяйственное. Ну, конечно, уже для новой квартиры. Давайте начнем то, что на полу стоит. Порошок. Бурти-берти. Слушайте, уже беру второй. Нет, третий раз. Да. Третий раз. Или второй раз. Нет, третий раз. Очень мне понравился. Он концентрированный. Стоит. Знаете, давайте вы меня просите цены. Я их буду вот здесь на экране выводить. Сохраню сейчас чек. Потом на экране выведу. Полтора килограмма. Но он концентрированный. Его надо немного. Его хватает надолго. И получается, если сравнивать с порошком Тайт, Тайт, Луриаль, хотела сказать, Ариэль, то этот дешевле. Его выгоднее брать. Так он, не знаю, мне он очень понравился. Дальше идет утенок. Такая вкусняшка для унитаза. Приятный аромат. Это уже для наших новых унитазов. Тоже новинка. Ленор. Кондиционер. Я раньше такой не брала еще аромат. Понравился. Цветочный. Сейчас весна. Прям очень актуально. Здесь, в общем, из продуктов две каши. Овсянка, пшенка, куриный фарш. Буду котлеты делать. Диски ватные. Фольга. Слушайте, фольга для всего, на самом деле. И запекать что-то, и накрывать. И какие-то... В хозяйстве пригождается. Ну, в общем, фольга закончилась. Губки. Уже на новую квартиру. Мочалка. Мочалка и мыльница. Это для Сережеков бассейн. Он потерял свою сумочку, в которой находится мочалка с мыльницей. У них очень строго. У них, знаете, это называется пропускной билет в бассейн. У них на вход в бассейн стоит, в общем, человек, который проверяет у каждого наличие мочалки и мыла. Если ты забыл мыло или мочалку, вот никакие отговорки не помогают. Разворачивают все, на тренировку не пускают. Неважно. Даже если у вас вот все оплачено. С этим очень строго в нашем бассейне. А он забыл. И тем более мы не нашли. Так что пришлось новую парочку купить. Ой, мне в этом всем жалко сумочки. У него такая хорошая была, удобная сумочка. Теперь нет. Вот мочалку-то с мыльницей купила, а сумочки нет. Жидкое мыло, заправка. Но я на самом деле беру и такое, и вот готовое уже там фаберлик или еще что-то. Вы знаете, я редко, когда зацикливаюсь на каком-то одном средстве. Люблю менять для разнообразия. Очень нравится вот этот аромат у бархатных ручек. Вот в розовенькой пачке. Дальше мои любимые. Вот эти салфетки, это тоже для новой квартиры. Для новой квартиры большие хозяйственные перчатки. Сиреневые. С-очка. Кстати, еле урвала. У нас прям на С-ку очень расходятся С-очки. В основном в магазине много Элек, Эмок. А вот С-ки как-то не всегда могу их поймать. И антибатериальные салфетки в сумку. Все. Сейчас собираю мыльно-рыльный для ребенка в бассейн. Веселая мочалка. Тут такие цвета. Сережа обожает красный, синий, голубой, вот белый. Помните, показывала мыло от Фаберлик в форме машинки. Такое хорошенькое. И оно влезло в мыльницу. Осталось придумать какую-нибудь сумочку. Из серии пустые баночки. Правда, у меня только одна. Закончились мои любимые голубые патчи. Но у меня уже сейчас есть эти золотые. Правда, я еще не успела ими попользоваться. Главное, патчи закончились. А вот средства на донышке осталось. Можно пальчиком раз нанести. Наверное, как-то так. В общем, понравилось. Буду периодически брать. Ну, вот и буду поменять. То золотые, то эти. На самом деле, их трудно поймать. Они все время, точнее, все время их нет в наличии. Ну, что это такое? В окружении пакетов, коробок я тут сижу и вещи пакую, и любуюсь видом из окна. Потому что сейчас уже все вокруг зелененькое. Еще и солнышко к вечеру вышло. В общем-то, конечно, отсюда вид просто потрясающий. Могу сказать, что у нас такого вида нет на новой квартире, на нашей. А здесь, ну, это просто сказка. Поэтому, да, я себе на палец понаснимаю. И вот сейчас такие моменты ловлю. Все, на этом буду с вами прощаться. До новых встреч. Пока.